Как вы относитесь к автоназии и мнению по стволовым клеткам? Стволовая клетка, очередная афера, на которой определенные категории медицины зарабатывают миллиарды. Она ничего не может решать того, что говорится, это все фикция. А насчет автоназии здесь вопрос сложный, потому что, так сказать, в конкретных случаях нужен конкретный подход, потому что если человек, в частности, умирает в мучениях колоссальнейших, и нет возможности выжить, и вот, знаете, вопрос сложный, лично сказать, что позволит продолжать человеку мучиться, страдать, и тогда, чтобы он вообще, перед тем, как он покинет свое бренное тело, чтобы он ненавидел все и вся, да? Или позволит ему уйти это быстрее, спокойно, правильно? Вопрос как? Просто, если бы это было нормально в обществе, то было просто. Наши предки, знаете, что делали? Могли спокойно, ну, в необходимости уйти свое тело, знаете, да? То есть они, когда считают, что пожили нормально, даже без болезни, они говорят, я помру через неделю, все приезжайте ко мне, все приезжают, прощаются, сидят за столом, да? Потом раз, и умирают. Выбирали, когда они уходили. А когда вот такое, ну, цепляется человек за жизнь и умер, а потом уже не цепляется. Вы знаете, вот я могу привести пример следующий, что вот у меня был случай, когда я работала с женщиной, у нее был рак прямой кишки. И серьезный случай и так далее. И прогресс был, несколько опухолей я убрал, но еще далеко не все. Но это жутко, мучительно страна, все равно идет. И в один момент эта женщина мне сказала, я же устал, я больше не хочу. Я говорю, подумайте, если я прекращу с вами работать, вы понимаете, что произойдет? Я говорю, да, я понимаю, но я больше не хочу, я не могу больше, ну, все равно почему? Ведь все-таки уже есть возможность. То есть несколько опухолей реально исчезли уже, то есть в прямом смысле. Ну, вот я уже больше не могу, ну, человек устал уже. Ну, я просто взял, снял свою работу, и через день результат, понимаете? Что, я не могу заставить человека, сказать, нет, я буду с тобой работать, потому что, я считаю, это право человека, понимаете? Я считаю так. Но если это было здоровое общество, так, а представьте себе, что вот сейчас это, ага, старушка или старичок, так сказать, имеет квартиру в Москве особенно, да? Ну, помочь надо, ну, как же? Вот не уходит старый пердун, да? Ну, надо помочь ему, не соображать, как важно ему рано уйти, пока он еще не вообще под себя не ходит. Что, зачем ему ждать, пока он будет ходить под себя? Ну, не надо ждать, тут надо сразу ему, раз, помочь, да? Ну, помогать, да? Вот, понимаете, что здесь, если бы нормальные законы были, то это было право человека, я считаю, решать. У него сознание есть? Я считаю. Этот человек должен сказать, пока у него есть свое сознание, он может адекватно реагировать, это должно быть право самого человека решать, да, это, тому подобное.